Всем привет! Это видео о том, как бесплатно обновить Windows 7 или 8 до Windows 10 на компьютере или ноутбуке с сохранением ключей и активации. Возможность бесплатного обновления до Windows 10 была предоставлена всем пользователям Windows 7 и 8 до 29 июля 2016 года. Кто-то воспользовался такой возможностью, кто-то нет. На данный момент бесплатно обновить Windows 7 или 8 до 10 уже нельзя. И если у вас возникла такая необходимость, то сделать это можно только купив официальный дистрибутив Windows 10. Тем не менее, официальный способ обновить Windows 7 или 8 до Windows 10 с сохранением регистрации вашей текущей операционной системы еще есть. На моем компьютере установлена активированная версия Windows 7 максимальную. Это важно, так как обновиться только активированная система. Используйте для этого официальные дистрибутивы Windows от Microsoft. Чтобы обновить ее до Windows 10, перейдите на специальную страницу официального сайта Microsoft, ссылка на которую есть в описании. Название страницы, а именно бесплатное обновление до Windows 10 для пользователей с ограниченными возможностями, вас пугать не должно. В связи с политикой компании возможность обновления Windows до 10 была оставлена для пользователей с ограниченными возможностями на неограниченный срок. Как показывает практика, подтверждение этому Microsoft никакого не требует. Поэтому нажмите кнопку «Обновить сейчас». В результате на ваш компьютер будет загружено средство обновления операционной системы до Windows 10. С его помощью мы собственно и осуществим обновление. Кликните дважды, чтобы запустить его. Принимаем лицензионное соглашение. После этого помощник по обновлению проверяет компьютер на предмет совместимости с Windows 10. Хотелось бы обратить внимание, что совместимым с Windows 10 считается компьютер с процессором тактовой частотой не менее 1 ГГц. 1 ГБ оперативной памяти для 32-разрядной системы и 2 ГБ для 64-разрядной. Около 20 ГБ дискового пространства на системном разделе жесткого диска. Но эти требования минимально допустимы для работы системы с Windows 10. И если характеристики вашего ПК близки к указанным, то я бы не рекомендовал устанавливать на него десятку. Система будет тормозить, и вы только будете обвинять ее в плохой работе. Поэтому на устаревший компьютер лучше не устанавливать Windows 10. Наш компьютер совместим. Приложение сразу начинает загружать из интернета образ Windows 10. Издание соответствующего вашему. Здесь опять-таки обратите внимание, что загружаемая система в зависимости от версии весит около 3 ГБ или более. Поэтому если у вас медленный или ограниченный платный 3G интернет, то такая загрузка может потратить ваши деньги или займет много времени. После загрузки система проверяет целостность загруженного образа. В результате чего начинается сам процесс обновления. Первые минут 30-40 все происходит внутри работающей операционной системы. Вы можете заниматься своими делами. Далее система предупредит вас о том, что требуется перезагрузка. У вас будет 30 минут, чтобы заметить это. В это время во избежание возможных проблем и сбоев при установке операционной системы лучше отключить от компьютера стороннее оборудование и оставить только клавиатуру и мышу. Также по этой же причине отключите и закройте все стороннее программное обеспечение и антивирусную программу. После перезагрузки начнется стандартный процесс установки Windows 10. В зависимости от мощности компьютера и скорости жесткого диска процесс занимает от 30 минут до нескольких часов и завершается сообщением об успешном окончании обновления. Ожидаем пока идет работа с обновлениями. В процессе работы с обновлениями компьютер перезагрузится несколько раз. Это нормально. Также хочу отметить, что на данном этапе может возникать синий окно смерти, окно с псот ошибкой или циклические перезагрузки системы во время установки. Причин этому может быть много, но чтобы поставить Windows 10 в таком случае необходимо будет осуществить чистую установку операционной системы. Смотрите об этом в других видео нашего канала. В появившемся после завершения работы с обновлениями окне «Добро пожаловать в Windows» видим название нашей учетной записи. Выбираем язык и нажимаем «Далее». В следующем окне можем настроить параметры Windows, нажав кнопку «Настройка» или выбираем использовать стандартные параметры, как это делаю я. Для обычного использования компьютера этого будет достаточно. Окно «Новые приложения для новой Windows» просто информативные. Здесь Microsoft нас уведомляет о появившихся новых стандартных приложениях «Фотография», «Музыка Грув», «Кино и ТВ», «Браузер Эдж». Далее. На этом обновление Windows почти закончено, о чем нас и уведомляет. Идет подготовка компьютера, не выключайте его. Сообщение об успешном окончании обновления. Выйти. Кликаем правой кнопкой мыши на меню «Пуск», «Система» и видим, что наша Windows 10 активирована. При обновлении таким образом операционной системы на компьютере сохраняются все установленные программы, файлы, ярлыки и настройки пользователя. Свободное место системного диска уменьшится. Уменьшится оно преимущественно за счет появившейся на диске C папки Windows Old. Ее можно удалить. Сделать это можно следующим образом. Перейдите в свойства диска C. «Очистить системные файлы». Поставьте галочку напротив предыдущей установки Windows. Нажмите «Ок». В результате папка Windows Old будет удалена. Эту функцию можно также использовать для очистки системного диска и от других ненужных файлов. Но прежде чем сделать это, помните, что только с помощью папки Windows Old операционную систему можно сбросить к предыдущей версии Windows в течение 10 дней с момента ее обновления. Если, например, после обновления вам стало понятно, что по каким-то причинам десятка вам не подходит или не нравится. Если ее удалить, то этого сделать уже будет нельзя и Windows 7 можно будет вернуть только путем чистой или полной установки. Об этом смотрите в другом видео нашего канала. Также в одном из следующих наших видео смотрите о том, как вернуть предыдущую версию Windows на компьютере после обновления ее до Windows 10. Если в результате установки, переустановки, обновления или сброса Windows вами были утеряны файлы, вы можете их восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok